Имя первого героя Беларуси Владимира Корвата и его подвиг стали примером для современников. Его имя носит улица и школа в Бресте, а память о нем увековечена не только в музейных экспонатах, но и в спортивных соревнованиях. 12-й межгосударственный турнир по вольной греко-римской борьбе о памяти героя нашего времени собрал 200 юных спортсменов из двух стран Беларуси и Украины, которые сошлись в честных поединках, чтобы доказать свое мастерство и продемонстрировать волю к победе. 12-й межгосударственный турнир стал уже традиционен в памяти Владимира Николаевича Корвата, первого героя Беларуси. В турнире принимают спортсмены 2006-2007 года рождения. На турнир приехали команды из Республики Беларусь, практически все регионы, и две команды из Украины, это Клесов и Костопов. Уровень подготовки спортсменов довольно-таки высокий, и можно это увидеть на ковре. Что мы ожидаем? Ну, ожидаем первое, это то, что кто-то здесь вырастет в будущем чемпиона мира или Олимпийских игр. Поэтому для нас это приятно, проводить такое мероприятие, ну и пожелать молодым спортсменам, как говорится, терпения и больших удач в будущем. Уровень наших соревнований довольно высокий. Ежегодно, значит, это подтверждается тем, что победители, призеры наших соревнований становятся в дальнейшем чемпионами и призерами Республики Беларусь, чемпионами своих стран, там, Германии, Польши, России. На данных соревнованиях так же самое принимают участие спортсмены, которые уже достигли каких-то результатов. Белорусская борьба имеет много славных имен. Представители нашей страны неоднократно поднимались на пьедесталы различного уровня соревнований. С честью представляли Беларусь и на Олимпийских играх. Особенно отличаются представительницы прекрасного пола. И эти соревнования для всех участников – одна из ступенек к достижению цели. А потому и выходят на ковер будущие чемпионы, чтобы победить. Я приехала из Минска. Я представляю школу медведя МГЦ Ор. Я заняла третье место. Когда я борюсь, я чувствую драйв. И я думаю, что это мое призвание. Я победил четвертый раунд. Соперник был сильный. Но удалось положить. В итоге ты занял третье место. Я мечтаю стать чемпионом Европы, чемпионом мира. Буду стремиться к этому. Буду стараться. Несмотря на юный возраст, а в турнире принимают участие борцы 13-14 лет, схватки среди представителей самого древнейшего олимпийского вида проходили не по-детски жарко и с накалом. Соперники на ковер выходили, равные по силам и опыту. Вместе с тем, бреский турнир по греко-римской и вольной борьбе – это еще и повод наладить дружественные связи между странами и между спортсменами, приобрести соревновательный опыт. Каждый год, я вот так смотрю, каждый год, как вы говорите, уровень повышается, повышается. Это сравниваю с женской борьбой. Есть вольная, есть греко-римская. И греко-римская тоже поднимается. Вот каждый год приезжаю, и ребята выше, выше и выше. Ну и тоже девочки. У нас сильная команда. У меня, допустим, на сегодняшний день по этому возрасту с 10 высовых категорий только 6 девочек в сборную Украины. Каждый выход на ковер – это испытание своих сил, своих навыков и, конечно же, своего характера. На турнире борцы разыграли награды в 20 весовых категориях. Представители Брещины в очередной раз подтвердили свой высокий класс и спортивное мастерство. Субтитры создавал DimaTorzok